Новости на телеканале Хабар 24, в студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Жители сел не смогут сами выбирать себе Акимов. Законопроект, который мог наделить граждан такой функцией, сегодня сенаторы вернули в Мажелис. Кроме того, проект направлен на совершенствование механизма выбора, в том числе путем введения новых институтов, устранения правовых пробелов, противоречий и обеспечения соблюдения основополагающих избирательных принципов. Также сенаторы вернули Мажелису законопроект по вопросам страхования и ценных бумаг. Он предполагал доступ к базам данных страховых компаний, службами национальной безопасности без санкций прокуроров. Но депутаты посчитали, что этот пункт стоит исключить. Теперь Мажелисмены должны согласиться с изменениями, чтобы проект считался принятым парламентом, после чего его направят на подпись главе государства. Если же Мажелисмены не согласятся с поправками, будет создана специальная комиссия в составе депутатов обеих палат, которые должны будут прийти к компромиссу. Раньше, если это правоотношение существовали и доступ у соответствующих органов безопасности был к такой информации, то сейчас в связи с тем, что поменялись правоотношения, этот доступ исчез. Естественно, для работы органов национальной безопасности, по всей видимости, нужен доступ к такой информации. В первую очередь, именно по вопросам того, кто управляет автомобилем. Поэтому в рамках этого и было сужено Сенатом, предложено сужение возможностей доступа к такой базе данных без санкций прокурора. Кроме того, председатель Национального банка страны Даня Ракишев сообщил о том, что программа 7-20-25 будет запущена во второй половине 2018 года. Он отметил, в мае планировали завершить работу в компетенции банка первого уровня и задача уже выполнена. В настоящий момент, отметил глава финрегулятора, требуют внесения законодательные поправки. Над ними сейчас работают депутаты Сената. К другим темам. Поля с индийской коноплей заполонили Кызылардинскую область. За три года правоохранительные органы обнаружили 154 плантации, изъяли больше 215 тонн запрещенного растения. Об этом сегодня рассказал министр внутренних дел во время отчетной встречи. Калмуханбет Касымов предупредил и об особо опасном афганском героине. Он поступает транзитом через соседние страны, затем в Россию и Европу. По оценкам экспертов, в Казахстане оседает 10% наркотиков. За полтора года выявили свыше 4000 преступлений, связанных с их оборотом. Доложил министр и о других показателях. На 12% в Казахстане сократилась преступность. В списке по-прежнему лидируют кражи. На прошлый год в стране украли 16 тысяч сотовых телефонов. Чтобы повысить раскрываемость таких происшествий, все жители страны должны до 1 января 2019 года привязать свои устройства к ИИНу. Все, кто не зарегистрировал, с 1 января 2019 года отключат. Пока не вы придете с паспортом, с ИИНом не зарегистрируйте его на себя. Вот тогда мы легализуем все телефоны в нашей стране. И следующие, уже наши сотовые операторы, не будут подключать все телефоны похищенные. Главное, отпадет цель хищения. В октябре 9-месячный ребенок, госпитализированный с менингококовой инфекцией, пошел на поправку. По словам врачей, его родители вовремя обратились в больницу. Малыш пока находится в реанимации. Сюда он поступил 4 дня назад с подозрением на ОРВИ. Позднее у него пошла сыпь по нижним конечностям. Сейчас он проходит курс лечения. Еще 10 дней маленький пациент проведет под присмотром врачей. Родственники, контактировавшие с ним, обследованы. Результаты отрицательные. За ними установлено медицинское наблюдение. Отмечу, с начала года в регионе это четвертый случай заболевания менингококовой инфекцией. Три из которых пролечены. Случаи с летальным исходом не зарегистрированы. Созван консилиум. Сразу доценты кафедры, заведующие отделением. И предварительно диагноз выставлен в менингококовой инфекции. На фоне лечения состояния ребенка с улучшением. Сейчас в данное время средняя степень тяжести без ухудшения. Диагноз подтвержден лабораторно. Несчастный случай в Павлодарской области. В синтепоновом одеяле задохнулся двухлетний ребенок. Трагедия случилась в селе Красноармейка. Обстоятельства трагической гибели мальчика сейчас устанавливает полиция. Поступил вызов во врачебной амбулатории села Красноармейка к ребенку 2016 года рождения. По прибытию медицинским работникам была констатирована смерть ребенка. Информация о констатации смерти ребенка сразу же была передана в РУВД. Труп ребенка направлена на вскрытие судмедэксперта. Их событиями в мире. США не намерены снимать санкции в отношении КНДР до полного ядерного разоружения северокорейской стороны. Об этом в Южной Корее заявил госсекретарь штатов Майк Помпео. Он приехал в Сеул, чтобы лично проинформировать президента республики Мун-Джи-Ина об итогах саммита Дональда Трампа и Ким Чи-Нына в Сингапуре. Помпео также подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на денуклиризацию корейского полуострова до 2021 года. То есть до конца срока полномочий президента Дональда Трампа. Напомню, сообщение о намерении штатов снять санкции с КНДР накануне передало северокорейское информационное агентство ЦТАК. Также было отмечено, что Вашингтон прекратит совместные военные учения с Южной Кореей. И, как сообщает телеканал CNN, официально об этом уже США объявят сегодня. В Европарламенте на пленарной сессии в Страсбурге окончательно проголосовали за упразднение 46 парламентских мандатов. Это произойдет сразу же после выхода Великобритании из состава ЕС. Напомню, в январе сокращение одобрил Комитет по конституционным делам. А в феврале лидеры 27 стран Евросоюза Великобритания должна покинуть ЕС уже к концу марта следующего года. Очередные выборы в Институт представительной власти ЕС пройдут в конце мая 2019 года. Число депутатов будущего состава Европарламента сократится с 751 до 705. Взаиморасчеты стран-членов ШОС в национальных валютах снизят внешнюю зависимость их экономика. Высокоскоростная железная дорога Пекина-Стана-Москва-Берлин будет способствовать увеличению объема торговли на евразийском пространстве. Такое мнение высказал узбекский парламентарий Акмал Рахманов. Кроме того, сегодня у организации есть конкретный план действий по борьбе с терроризмом и экстремизмом. По словам депутата, такое единство и сотрудничество евразийской «восьмерки» значительно укрепили авторитет ШОС на международной арене. Предложение президента Казахстана о переходе на национальные валюты и во взаимной торговле между странами ШОС и Азии – очень своевременная инициатива. Это станет основой для подъема экономики всех государств, входящих в ШОС. На саммите были подписаны свыше 20 документов. Они направлены на будущее развития организации. Сотрудничество Казахстана и Туркменистана приобрело стратегический статус. Благодаря доверительному и конструктивному политическому диалогу на высшем уровне укреплены двусторонние отношения по широкому спектру направлений. Обе страны имеют транзитно-транспортный потенциал, а также обладают значительными запасами природных ресурсов, поставками которых заинтересованы мировые державы. Об этом сегодня рассказала госсекретарь на встрече с послом Туркменистана. По словам Гульшары Абдекаликовой, в нашей стране происходят реформы в политической и культурной сферах. К тому же идет работа по ускоренной экономической модернизации, в которой, кстати, могут принять участие туркменские предприниматели. Мы готовы к сотрудничеству с вами. У нас тоже в стране сейчас такой период, очень важный, реформный, активный. Идет реформы и в области экономики, политической жизни, ну и, конечно же, это социальные реформы. Пять инициатив недавно было озвучено. Конечно же, мы будем соприкасаться с вами по ряду вопросов. В Баку состоялась церемония презентации книги о президенте Казахстана. Книга Нурсултан Назарбаев «Жизненный путь» издана на азербайджанском языке, как совместный проект Центра Гейдара Алиева и библиотеки первого президента Казахстана. Церемония началась с показа документального фильма «Избранный временем». В церемонии участвовали общественно-политические деятели, ученые, депутаты парламента Азербайджана. Автор предисловия книги, помощник президента Али Гасанов, подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев является одним из лидеров тюркского мира. Он отметил, что церемония проводится по инициативе и организационной поддержке администрации президента Азербайджана. Сегодня провели презентацию книги о жизни и деятельности национального лидера казахского народа, президента Нурсултана Назарбаева на азербайджанском языке. Проводя такие презентации книг о национальных лидерах, мы хотим сблизить наши народы, ознакомить их с жизнью видных государственных деятелей. Лидеры Казахстана и Азербайджана уделяют большое внимание развитию стратегических связей. Азербайджанский читатель знакомится не только с обширной деятельностью президента Нурсултана Назарбаева, но и с историей независимости Казахстана, развитием его экономики, культуры казахского народа. Эта книга вышла по договоренности с Центром Гейдара Алиева и библиотеки президента Республики Казахстан. Это наш не первый проект. Если вы помните, месяц назад в Астане состоялась также презентация книги о Гейдаре Алиевиче. Та книга нашла широкий отклик у казахстанской общественности. Я думаю, что вот такие совместные проекты будут способствовать дальнейшему улучшению наших дружественных отношений. Выступавшие на церемонии отметили, сегодня казахский народ развивает свою культуру, защищает свои ценности, сохраняет этническое многообразие. Казахстан вышел на путь интенсивного прогресса, что стало возможным благодаря интенсивным реформам в стране, подчеркнули азербайджанские докладчики. Шафа Галиева, Айгюн Гасан, Хабар-24, Азербайджан, Баку. Сегодня в Астане проходит вручение первой медицинской премии Алтын Шипагер. Эта награда вручается впервые в нашей стране. Все подробности церемонии узнаем прямо сейчас у моей коллеги Гульнары Хасан. Она находится на прямой связи со студией. Гульнара, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о самой церемонии и какая атмосфера царит там. Здравствуйте, Сергей. Премия Алтын Шипагер проходит, я бы сказала, с большим размахом. Зал полон виновников торжества, врачей, медицинских работников, представителей сферы здравоохранения. Кстати, не в привычных белых халатах, а в вечерних нарядах и смокингах. Поздравить медработников прибыли как высокопоставленные лица, так и звезды казахстанской эстрады. С приветственным словом уже выступил Осет Исекешев. В числе почетных гостей представители Всемирной организации здравоохранения и известные ученые. Яркую концертную программу подготовили звезды казахстанской эстрады. Кстати, премия Алтын Шипагер, премия подобного рода, впервые проходит в Астане. Не только в Астане, но и вообще в Республике Казахстан. Она приурочена к 20-летию столицы. Всего в Астане на благо жизни и здоровья населения сейчас трудятся 8 тысяч врачей и порядка 12 тысяч медицинских работников. Буквально несколько минут назад пяти лучшим врачам были вручены ключи от квартиры. И поскольку эта премия проходит впервые, и наверняка она станет традиционной, у нас есть возможность узнать о ней побольше. Рядом со мной находится заместитель руководителя управления общественного здравоохранения столицы Алия Русемова. Алия Шизадавина, скажите, пожалуйста, по каким критериям отбирали номинантов и какие номинации предусмотрены? Номинации премии поделены на две категории – общие и специальные. Общая премия включает 10 номинаций. Это врач года, лучший эпидемиолог, лучшая бригада скорой медицинской помощи, лучший менеджер здравоохранения. А также включает за внедрение нового метода диагностики и лечения, за верность профессии, за проведение уникальной операции. Также мы включили лидер цифровизации и лучший частный поставщик медицинских услуг. В каждой номинации участвовало по три человека. Специальные две премии – это за вклад в развитие медицины и специальная премия Абзал Жан. При выборе критериями, при выборе победителя, для каждой номинации они были свои. Но в целом мы оценивали деятельность врача, стаж работы, внедрение в практику новых методов диагностики и лечения. И также, в общем, профессионализм медицинского работника. Скажите, пожалуйста, будет ли премия проведена в следующем году? В этом году мы организовали эту премию медицинскую. И думаю, что она будет традиционной и ежегодно мы будем к нему медицинского работника проводить. Большое спасибо за информацию. Мы надеемся, что премия Алтын-Чапагир станет традиционной не только для столицы, но и для всей страны. Ведь в каждом регионе есть они – люди до конца верные клятве Гиппократа. На этой ноте я закончу. Сергей, вам слово. Спасибо, Гульнара. А я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Гульнара Хасан. Электронные трудовые договоры и книжки в пилотном проекте запустят в этом году. Как сегодня отметил вице-министр труда и социальной защиты Нариман Мукушев, ведомство работает над решением этого вопроса с прошлого года. В целом, министерство представит интегрированную систему, в которую войдут данные от работодателей и с электронной биржи труда. Перенос трудовых договоров в электронный формат позволит отказаться от бумажного документа оборота, даст возможность получить информацию о формальной занятости граждан, которая будет включать дату заключения договора. Смысл электронных трудовых договоров в том, чтобы впоследствии уйти от такого понятия, как трудовая книжка бумажная, максимально упростить количество документов, необходимых при трудовом устройстве и взаимодействие между работодателем и работниками перевести в электронный формат, чтобы сразу проактивно реагировать на нужды. То есть, если граждан потерял работу, в автомате мы можем его вывести на электронную биржу. В Североказахстанском архиве выставили уникальный сборник стихотворений Макжана Жумабаева «Шолпан». Он был издан в Казани в 1912 году в типографии братьев Каримовых. В книге опубликованы первые произведения великого казахского автора. На 50 страницах представлены 30 стихотворений Макжана Жумабаева, напечатанные на латинской графике. Долгое время специалисты искали книгу в российских архивах, затем по совету ученых из Турции обратились в Академию наук Казахстана. Теперь ознакомиться с редким изданием смогут и земляки писателя. Отмечу, помимо сборника стихотворений, в областном архиве хранятся больше 30 оригинальных и порядка 100 копий документов, связанных с именем Макжана Жумабаева. Анкетные данные, собственно, ручно заполнены Макжаном Жумабаевым. Это анкетные данные 1927 года и 1928 года, где Макжан пишет, когда он родился, где он родился. Он дает интересные сведения о образовании. Например, по ним мы узнали, что в 1918 году он учился в Омске учительском институте. В приорале с аншлагом прошла премьера мультфильма «Волшебный ключик». Его автор – аниматор Сымбат Абдрахманова, за который в проекте «100 новых лиц Казахстана» проголосовали свыше 10 тысяч человек. За 6 лет дипломированный переводчик и психолог выпустила в свет 15 развивающих анимационных детских фильмов на государственном языке. На презентации новой работы побывала моя коллега Райхан Тажибаева. «Волшебный ключик» – это история маленькой девочки Ару и ее друзей Али и Мади. Они не только обучают юных зрителей казахскому языку, но и рассказывают интересные факты из истории родного края, знакомят с национальной кухней, обычаями и традициями. Уступить в автобусе место пожилому человеку, помочь ему донести тяжелые сумки, почитать старших и заступаться за слабых. Новое поколение должно расти на таких примерах. Еще одна цель моих работ – помочь детям с ограниченными физическими возможностями адаптироваться в социальной среде, развиваться и не потеряться в ней. Чтобы достичь последней цели, автор мультфильмов выпустила 9 развивающих программ, разработала несколько проектов и методических пособий на государственном языке, которые пользуются в регионе большим успехом. Герои мультфильма учат нас преодолевать трудности, уважать старших, ценить дружбу, добру и справедливость. Лично мне фильм очень понравился. «Волшебный ключик» – первая полнометражная работа Сымбата Драхмановой. Ее автор посвятила 200-летию Козларды. Райхан Тажбаева, Ханат Антибаев, Альхайдар Турлханов, Козлардинская область, Хабар-24. В связи с церемонией открытия чемпионата мира по футболу в российской столице ввели беспрецедентные меры безопасности. На улицах патрулируют усиленные наряды полиции, на въездах в город установлены блокпосты. За поведением болельщиков следит Международный центр полицейского сотрудничества. Кроме того, власти ограничили доступ к некоторым туристическим объектам. Так, путешественники временно не могут попасть на самую известную московскую достопримечательность – Красную площадь. Также отменена навигация по Москве-реке. Матчи Мундиаля пройдут на стадионах еще 10 городов России. В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи и Саранске. До 25 июля там также установлены особые меры безопасности. За порядком будут следить тысячи российских и зарубежных правоохранителей. Сотрудники канала «Хабар-24» поддержали спортивную акцию «Другой ты». Вызов телесемейства «Хабар» бросили организаторы челленджа. По условиям, каждый день нужно выполнять физические упражнения и делиться записанным видео в социальных сетях. Проект поддержал Нурсултан Назарбаев. Президент призвал казахстанцев вести активный образ жизни и заниматься спортом. Вот и корреспонденты, оставив рабочие места и сменив деловые костюмы на спортивные, не упустили возможности размяться на спортплощадке. Вызов брошен. Корпорация «Казахстан» – ваш выход. Напомню, участником масштабной акции можете стать и вы, дорогие телезрители. Присоединяйтесь. И на этом все. Всего доброго и до свидания.